День Победы 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 На каких позициях в крае сегодня Анапское казачье общество? Как сегодня идет взаимодействие с администрацией? На сегодняшний день районное казачье общество Анапское занимает ведущее место. Это как в Таманском отделе, так и в Кубанском войске. Безусловно, у нас сегодня 2400 казаков. В районном казачестве оно выросло на 300 человек за 2017 год. Несут службы на наших улицах совместно с полицией, а также в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на автовокзале, в морпорту в летнее время. А также у нас 36 человек в 2017 году участвовали в охране нашей верхней набережной. Почему? Потому что своим присутствием, своим поведением, они могут повлиять на любой процесс, на какие-то выпады со стороны тех людей, которые не дружат с законом. Ну, чтобы мысли даже не возникало. Чтобы мысли не возникало, что что-то можно, какое-то совершит право на вручение. За прошлый год у нас выявлено с казаками, значит, участвовали и при задержании опасных присутствований, и тех, которые были в федеральном розыске. И было задержано 12 человек, и было выявлено 4500 правонарушений, составлены протоколы. В этом участие активно принимали наши казаки. Ну, кроме того, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. У нас на сегодняшний день 2000 казачат. У нас есть школа уже казачьей направленности. Это казачья школа в Юровке. Казачья школа, 18-я школа, первая открыта, впервые у нас. Казачата, ведь их не учат плохому. Есть наставники, есть духовный наставник. Так, значит, учат традициям, культуре, основам богословия. И я скажу, все родители стремятся почему-то, чтобы их дети попали в именно казачьи классы. Почему? Потому что из этого человека вырастут уже наше будущее. Вырастут те люди, которые заменят уже этих казаков, которые пойдут работать на производство, будут учителями, будут врачами, будут военными, будут защищать нашу Родину. Они из них достойные люди получат. Сергей Сергеевич, ну, еще одно направление, очень важное, которое тоже курируется в развитии спорта и физической культуры. Лето здесь обещает во всех отношениях быть жарким. По прогнозам, сколько детей примут участие в этих мероприятиях? Что еще готовите на лето? Значит, вы знаете, у нас вообще летом проходит, я не могу сказать, сколько будет. У нас есть календарный план на сегодняшний момент, и все массовые мероприятия, это и на Кубу губернатор, и по футболу, и среди сельских округов, и по плаванию. Вот, вы знаете, перечислить тяжело, но у нас все размещено на сайте, на нашем. Это очень, огромное количество. В прошлом году у нас проходило 600 мероприятий. Это мероприятия, это различные уровни, это местные уровни, это региональные уровни, это ЮФО, Южно-федеральный округ, все российские соревнования. Почему-то выбирает наш город. Почему? Потому что у нас есть прекрасная материальная база. Ну, и я скажу другое, у нас же ведь в преддверии чемпионата мира на сегодняшний момент наиболее востребованными являются те площадки, которых никогда в жизни не было. На сегодняшний день мы их имеем. Это две тренировочных площадки, которые построены к чемпионату мира. Они уже готовы у нас на сегодняшний момент. И благоустройство заканчивается, вот я скажу, уделяет ежедневно глава муниципального образования Юрий Федорович Поляков каждый день один вопрос. Готовность со всех, спрос по всем позициям, это по благоустройству, по дорогам. И по сфере обеспечения, это продовольствием обеспечения, безопасности, в том числе дорожного, транспортного, всесторонней безопасности. Это и объекты, этих объектов, размещению болельщиков, размещению именно команды, базы команды. Это датчане, которые будут здесь. Они уже с 6 числа практически у нас передовой отряд прибывает. Безусловно, наша команда датчан будет тренироваться на нашей базе, будет открытая тренировка, на которую мы в первую очередь пригласим, это вот и главой отмечено Юрием Федоровичем, что пригласим наших детей. Они должны увидеть ту команду, которая действительно выступать будет уже на чемпионате мира. Конечно, это самые лучшие команды приезжают сюда. И мы на открытую тренировку приглашаем наших детишек, большинство по приглашению наших футбольных именно клубов, не клубов, а секций, которые посмотрели эту открытую тренировку. Алексей Алексеевич, не так давно у нас прошел оргкомитет под представительством губернатора края. О целях, задачах и об особом стадусе Анапы в нашем материале посмотрим, потом опять вернемся к обсуждению в студии. На краевом оргкомитете обсудили вопросы комплексной безопасности на транспорте, в местах проживания и во время тренировок. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев доложил губернатору, разработаны и согласованы планы транспортного обслуживания делегаций команд в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Важно также не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания. Глава региона акцентирует, все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сырые напитки. Доступность для всех категорий граждан, жителей и отдыхающих, и болельщиков, которые приедут в этот период, для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи, в Геленджике, в Анапе. Во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете. На кону честь страны. Мы осоздали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно, там задействованы все начальники управления. На весь период чемпионата штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. В Анапе готовят две тренировочные базы, одна основная – в Витязево. Благоустраивают подъездные пути и все гостевые трассы. Ведет свою деятельность школа волонтеров, ребят готовят к встрече гостей. Продумать нужно каждую деталь, чтобы болельщики возвращались к нам уже в качестве туристов. Вот по поводу штаба. Он уже действует? Кто у него вошел? Во-первых, начальником штаба является глава, согласно постановлению. На штаб вошли все заместители, заместители главы муниципального образования, начальники управления, вошли силовики все. И, безусловно, вошли наши скорые помощи. Будут обеспечивать три машины скорой помощи, которые уже поступили к нам сюда. Это по программе тоже, по федеральной программе. Они будут останутся как наследие, будут переданы нашей скорой помощи. Это ренейммобили, оборудование по последнему слову техники. Скажу, что меры будут беспрецедентные, преднеты для охраны, по охране общественного порядка. И обеспечением безопасного проживания баз, команд, наших жителей, гостей нашего города, болельщиков в том числе. Сергей Сергеевич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время, пришли. И удачи вам во всех начинаниях. Спасибо вам также.